Количество маршрутов сокращается И чуть более 180 миллионов пассажиров в целом городе Как вы компенсируете эти убытки? Я не раз об этом говорил и буду продолжать Наконец началось строительство второй ветки метро Это 26 станций метро Почему горят трамваи, скажите? А, ладно, чтобы это, не дай бог, не повторилось никогда Говорим о тарифах Вот этот тариф, мы его придумали, он действует в Европе Городская кольцевая электричка Это не городской вид транспорта Городские проблемы, я не верю в то, что она решит Считаете, что вашими конкурентами такси является? И когда они движутся по полосам общества транспорта, вот это неверно Айдар Камильевич, здравствуйте Поговорим сегодня о проблемах и перспективах нашего транспорта И сразу вам вопрос Вы когда последний раз ездили на трамвае, метро и как сюда добирались? Наверное, на машине, а вот как пассажир именно? Да, добрый вечер Не как начальник, а как пассажир? Безусловно, конечно, в последнее время стал гораздо чаще ездить на метро, трамвае и троллейбусе Но это больше по служебной необходимости Как пассажир езжу-режу Сюда я добирался на машине У нас тут нет станции метро, к сожалению, рядом Но, тем не менее, никогда не переставал пользоваться общественным транспортом И на протяжении последних 20 лет эти поездки у меня регулярные А вообще в Казани сколько пассажиров регулярно пользуется электротранспортом? И вообще, каковы показатели пассажиропотока в 2020-2021 году? Я знаю, что там были скачки в связи с пандемией Было уменьшение количества Как сейчас? Ну, если 260 миллионов пассажиров было перевезено в 2019 году То в коронавирусный, мы его называем, 20-й год У нас было падение пассажиропотока на 30% Мы перевезли чуть более 180 миллионов пассажиров в целом городе В этом году пассажиропоток относительно 2019 года немного управляется Он где-то находится на уровне 85% к уровню 2019 года И в общем объеме перевозок электротранспорт занимает порядка 30% То есть на сегодняшний день, вот если говорить именно на сегодняшний день Мы уже перевезли порядка 35 миллионов пассажиров в этом году Последние, ну, наверное, лет 10 количество маршрутов сокращается И трамвайных, и троллейбусных Вообще, а как будет развиваться сеть? Нужна ли она? Или есть какие-то другие мысли, идеи по поводу метро? Что вы думаете на этот счет? Ну, вы знаете, что у нас не просто сокращаются маршруты И количество подвижного состава на них Но параллельно увеличивается, вот вы затронули метро С увеличением количества станций метрополитена Спасибо президенту Республики Тарстану Руслану Нуркалевичу Мниханову В прошлом году был приобретен новый суперсовременный поезд Москва Метро, то есть у нас количество поездов увеличивается И, соответственно, пассажиропоток растет в метрополитене И он падает на наземном транспорте Поэтому и количество подвижного состава И маршрутная сеть немножко сокращается Но, опять же, это связано и с экономической составляющей У нас транспорт на сегодняшний день Он весь, помимо метрополитена Он находится на самоокупаемости Что трамваи, троллейбусы, что автобусы Они напрямую зависят И от количества перевезенных пассажиров, умноженных на тариф Другого доходности нет И поэтому, естественно, что при росте стоимости Горюче-смазочных материалов При росте всех других материальных ценностей Запросных частей Даже говорить о стоимости подвижного состава За последние пять лет почти вдвое выросла стоимость автобусов И трамваи в троллейбусах Соответственно, вся эта стоимость в лизинговых платежах Темпы роста тарифов никогда за ним не успевают И поэтому себестоимость достаточно высокая И приходится сокращать количество подвижного состава Немножко увеличивать интервал С тем, чтобы хватало на заправку этого транспортного средства На зарплату водителей, кондукторов и так далее И, насколько я знаю, продолжает оставаться электротранспорт убыточным Не только электротранспорт остается убыточным У нас и автобусные перевозки на сегодняшний день Ну и автобусные, да-да, вообще транспорт убыточен Вообще, в целом, надо говорить о том, что транспорт очень сильно пострадал в этот коронавирусный 2020 год У нас пассажиропоток резко упал Но мы продолжали работать И автобусы, и трома, и троллейбусы Выходили на линию Поскольку в сети немногие, кто продолжал работать В то время, когда был запрет, помните, на передвижение Не ходили на работу Но подвижной состав работал Мы не перевозили людей, но затраты свои несли И надо было оплачивать лизингные платежи Необходимо было выплачивать зарплату водителя, кондуктора, заправляться И вот это вот очень сильно просадило наше транспортное предприятие Поэтому все на сегодняшний день находятся в убытках И поскольку пассажиропоток недостаточно пока выправился Эти убытки имеют место быть Кто страдает? Ну, наверное, отчасти страдают все То есть это ситуация, когда жители города, конечно, мы знаем о том Что хотели бы больше, чаще, без пересадок В разные стороны, с одной точки вышел И чтобы в 15 районов города, куда бы ни захотел Был маршрут отсюда беспересадочный Причем пришло через 2 минуты транспортное средство Как я подошел на остановку Или лучше еще меня ожидало, когда я подхожу И чтобы, если вдруг он ушел, пришел буквально через минуту следующий Чтобы он был пустой, чтобы были сидячие места, чтобы работали кондиционеры Мы все это слышим Мы все пожелания наших жителей, наших пассажиров, конечно же, слышим Понимаем их чаяния Но, поверьте, в условиях сегодняшней экономической ситуации Обеспечить всем этим Вот в таком объеме мы не можем Исходим из того, что у нас первое Не должно Наполняемость салона даже в час пик Не должно превышать 5 баллов То есть, грубо говоря, это означает, что он должен быть полный Но настолько, что даже если кто-то еще захочет в него вместиться Он вместится Вот такая наполняемость Это по часу пик в самых пассажирообразующих пунктах Именно вот такая наполняемость Исходимость того, что у нас интервал не должен в городской черте Даже на самых отдаленных маршрутов превышать 20 минут Мы стараемся развесить табло На котором видим реальное время Ожидание, через сколько времени подойдет тот или иной подвижной состав Но обеспечить каждые 5 минут Хотя у нас есть и такие маршруты, на которых Каждые 5 минут ходят троллейбусы Есть такие маршруты, на которые каждые 7 минут ходят трамваи И есть маршруты, на которых автобус ходит даже 4 минуты Каждые 4 минуты Есть и такие маршруты, где устойчивый пассажиропоток Хорошая сменяемость Но более 20 минут мы стараемся не держать А табло соответствует действительности? Абсолютно В точном реальном режиме времени показывает точное время прибытия Как вы компенсируете эти убытки? Это из городской казны, из республиканской Кто вам их компенсирует? Это тот самый вопрос, который регулярно возникает раз в год К моменту, когда возникает потребность поднимать тариф То есть вот эти убытки, они накапливаются Слава богу, что они не критические То есть в рамках предприятия Убыток в 30-40 миллионов рублей При обороте в полтора миллиарда в год То есть это тот убыток, который не дает двигаться дальше Не дает возможности повышать заработную плату Какие-то носить новшества Но это не убыток, который приводит к банкротству Батери, да, управляемости, устойчивости предприятия Банкротству Поэтому эти убытки, они Ну, по истечении времени И есть прогнозные увеличения каких-то показателей Электроэнергии, там, горюче-смазочный материал На год вперед Мы идем, приходим в комитет по тарифам И доказываем, вот у нас убыток Вот плюс еще будет такое повышение И нам на этот год необходима еще какая-то дополнительная тарифная составляющая Путем долгих переговоров приходим к какому-то знаменателю А вам помогает правительство, мэрия каким-то образом? Деньги дают или это только покупка транспорта какого-то? Вот недавно автобусы вручили, да? Вот что касается электротранспорта Спасибо большое за помощь и президента республики Спасибо за помощь и мэрии То есть по приобретению электротранспорта есть определенные программы Есть федеральные программы, с помощью которых субсидируется приобретение подвижного состава Я уже отметил, в прошлом году президент приобрел новый современный поезд Да, да, да Но вот что касается автобусов, то никаких программ не существует Единственная программа, которая сейчас по программе безопасной качественности на автомобильной дороге федеральной Мы сумели в числе немногих агломераций Из 109 агломераций Российской Федерации по этой программе получает подвижной состав только 12 Мы вошли в топ 5 городов России, которые завоевали право на приобретение этого подвижного состава И ее суть в том, что 60% стоимости при покупке в лизинг оплачивает федеральный бюджет Наконец началось строительство второй ветки метро И генплан города, по-моему, 26 станций предусматривает Скажите, действительно ли Казани нужно такое количество станций метро? Какие эти... это снимет проблемы, да? И в каком году нам ждать запуска этой ветки? Целиком вся ветка должна... Четыре станции первые, которые сейчас строятся в второй линии метрополитена Должны запуститься в 2027 году, через 6 лет, по плану строительства Эти четыре станции, безусловно, пока только решат проблему у нас Азина То есть они, вы знаете, от Меги пойдут, Сахарова, Фучика и пересадочная станция Дуправная Тысячелетие Тайсер, пока это все рабочие названия, окончательное название Еще путем голосования будет принято решение, как эти станции назвать Но о чем я хочу сказать? Безусловно, метрополитен это суперсовременный и в то же время не новый вид транспорта Но который решает транспортные проблемы моих городов Это внеуличный вид транспорта Самое большое его преимущество, что он двигается под землей Не пересекая никакие другие виды транспорта И создает пробки И создает пробок Он двигается быстро, с огромной скоростью, поскольку он под землей И что ему не мешает И позволяет людям из точки А в точку Б, в больших городах, набираться очень быстро Метрополитен это та связующая, которая связывает не расстояние, а время И когда вы говорите, что я живу от центра в 10 минутах езды Вы понимаете, что 10 минут пешком пройти, вы живете в центре до места Или добраться за 10 минут на метрополитене от станции, скажем, проспект Победа и Горки То есть это сжимает город именно в этом отношении Конечно, метрополитен это та составляющая, которая является основой построения транспортных систем городов И у нас в городе Казани, конечно, метрополитен, трамвайная сеть, троллейбусная И только потом строятся дополнительные, дополняющие, это автобусная сеть Соответственно, конечно, введение четырех станций метрополитена Никак не решит проблему на сегодняшний день Жители Кировского района, Новосаминовского, потому что до них это пока не дойдет Но Вазины эту проблему уже каким-то образом будут решать Что касается развития, да, безусловно, это три линии метрополитена Генпланом предусмотрены, это 26 станций метро Но хотел бы отметить, вот, если мне удастся, теперь уже с позиции директора муниципального предприятия Возглавляющего метрополитен в том числе Все-таки необходимо, наверное, еще раз посмотреть концепцию вилочкового развития метрополитена Что такое вилочковое метро? Это когда идет одна линия, предположим, в центре города Которая очень насыщена пассажирпотоком А на краях она расходится в виде вилки И доходит в разные концы уже на той стороне В которых периодичность появления этого поезда, допустим, раз в 15 минут Но он позволяет большой вместимостью вывести сразу за 15 минут накопившихся жителей И они, когда вилочковые эти движения соединяются в единый тоннель потом То интервал для тех, кто тут густонаселен и часто пользуется Здесь 10 минут, здесь 10 минут, но здесь частота появления уже 5 минут И там, где большой пассажирпоток, они идут часто Там, где меньше, они идут реже Но тогда и метрополитен другой жизнью живет И его охват становится больше И пассажирпоток не может Но это нужно схемы менять, как-то проекты менять Да, тут надо посмотреть над проектами, еще поработать Но сегодняшняя тенденция развития крупных городов вообще в мире Подразумевает, что для городов с населением менее 3 миллионов человек Если есть строительство метрополитена Ну, как правило, от полутора до трех Рекомендуется именно вилочкой метро Не вопрос ближайших 10-15, может быть, даже 20 лет, да? Полностью реализация вот этого плана по метро Как будем жить вот эти 20 лет, пока метро нет? И вообще, есть ли в целом у электротранспорта шанс перегнать по объему пассажиропотока автобусы? Или такой не стоит задача перед вами? Нет, абсолютно такой задачи не стоит Мы нисколько не соревнуемся по пассажиропотокам Недавно мы презентовали и работали совместно с Московским институтом Росдорнии Над темой введения метробуса в городе Казани Метробус – это сочлененный автобус, который движется по выделенной, обособленной центральной части проезжей части То есть как вот трамвай в центре проезжей части, так и движется метробус Вместимость его сопоставима с трамвайной То есть это автобус-гармошка Который вообще в идеале обеспечивает прием оплаты за проезд у пассажиров не в салоне уже автобуса А когда они заходят на остановку по принципу метрополитена Когда вы приходите на станцию уже оплаченной И соответственно по этой линии центральной обеспечивается приоритетный проезд перекрестков Когда просто автоматически включается зеленый свет, всем отрубается движение И метробус проходит быстро, быстро и комфортно доставляя людей Ну да, заасфальтировать рельсы дешевле, чем прокопать метро Конечно И вот такая вот идея Да, при этом этот сам метробус, он может быть не автобусом Он, к примеру, может быть троллейбусом сочлененным Это может быть троллейбус с автономным входом Это может быть электробус уже Это современные виды транспорта Соответственно нельзя замыкаться на том, что это там дизельный или газовый двигатель Главное, что это подвижной состав большой вместимости Двигающийся в едином расписании с трамваем по выделенной центральной части города Когда примерно хотя бы вы увидите это В наше поколение увидит эти метробусы? Я думаю, что да Через год, два, пять На самом деле вот буквально сейчас продолжается оценка экспертами Вариантов развития видов транспорта в Салаватку-ПР Рассматривалось несколько видов Это электричка, это трамвай, это метробус По своей провозной способности метробус не уступает Ну, чуть уступает трамваю Но по своим капитальным затратам по строительству И скорости строительства Он в разы В два, три, по некоторым параметрам В четыре раза быстрее и дешевле, чем трамвай Горящий трамвай превратился уже в мем интернета Почему горят трамваи, скажите? Горели Ладно, я вот в прошлом Вы знаете, было три случая возгорания трамваев Все они были уже скоро, около года назад Хотя это продолжает вот кочевать сейчас И повторяться, что горящий трамвай, Казань и прочее Слава Богу, прошло какое-то определенное время А вас согласны, чтобы это, не дай Бог, не повторилось никогда Мы все силы прикладываем Но, тем не менее, о причинах этого уже докладывала и предыдущая руководство Метроэлектрансу Прежде всего, это, конечно, были печные оборудования Печки, поставленные поставщиком китайского оборудования Которые, ну, наверное, какой-то свой срок уже изнасиловались Срок эксплуатации был пройден И, соответственно, вот эти вот напряжения постоянные Которые в этих печках возникают Привело к тому, что там было замыкание вентиляторов Остановка его при большом напряжении для обогрева Который используется То есть какие-то внутренние конструктивные моменты Внутренние конструктивные Которые вы нашли Исправили Ну, я имею в виду, да-да-да Они исправлены и сейчас Да, все печки заменены То есть полностью, целиком они заменены То есть сейчас мы надеемся, что эта проблема не повторится Я хотел как раз о подвижном составе Каков процент его износа и вообще не страшно ли вообще на нем ездить? Нет, абсолютно не страшно И благодаря, еще раз повторюсь, поддержке и правительства республики И мэра нашей города, Иль Сура Ильич Меджин Большое внимание всегда уделяет проблемам транспорта в городе У нас один из самых молодых подвижных составов Российской Федерации Возраст наших трамваев в среде сейчас 5,5 лет Троллейбусов чуть больше 6 Но надо учитывать, что у нас 25 троллейбусов 2007 года продолжают работать Мы их если обновим в следующем году по программе обновления Безопасной и качественной автомобильной дороги Национального проекта за 60% стоимости федерального бюджета У нас тогда и подвижный состав троллейбусов резко омолодится Давайте поговорим о тарифах Вы недавно ввели новый очень интересный тариф пересадочный То есть если в течение какого-то времени ты воспользовался вторым транспортом То платишь меньше Вообще какие идеи в этом направлении? Во-первых, удобство платежа для людей Чтобы они 10 карточек не носили в кармане Во-вторых, надо же деньги собирать, чтобы все по-честному платили Да, ну вот чтобы понятна была логика Смотрите, мы часто слышим о том, что людям приходится добираться до местного назначения с пересадкой И при этом платить дважды Вот этот тариф, не мы его придумали Он действует в Европе, во всех городах практически Он действует в Москве, есть некоторые еще другие города России, которые тариф вводили Основное отличие в чем? В тех городах, где это введено, существует субсидия бюджета на покрытие убытков У нас этой субсидии нет Поэтому мы очень тщательно просчитали возможные риски и возможные потери и доходы Соответственно, исходили из чего? У нас маршрутная сеть троллейбусов и трамваев такова, что они, в общем-то, осуществляют в основном своем Сами по себе самостоятельно, в основном своем Многие из них пересекаются с линией метрополитена И те, кто добираются в центр, как правило, предпочитают ездить с пересадкой Но, к большому сожалению, немножко есть задублированность автобусами и маршрутами наших троллейбусов И по многим направлениям люди троллейбусов не ждут Они едут либо на первом приехавшем автобусе, либо специально дожидаются автобуса, считая, что троллейбус едет медленнее Вот специально для того, чтобы люди вернулись к нам Пошли в электротранспорт И пошли в электротранспорт Мы ввели этот пересадочный тариф Пользуйтесь, пожалуйста, трамваем троллейбус, пересаживайтесь Можно пересесть с троллейбуса на троллейбус Можно пересесть на трамвай Лишь бы на электротранспорт Лишь бы на электротранспорт с одной пересадкой за 45 рублей Почему 45 минут? Вся маршрутная сеть такова, что в течение 45 минут мы точно до какого-то другого нашего маршрута доберемся Поэтому мы это просчитали и не просто так То есть вы таким образом перетаскиваете клиентов с автобусов на электротранспорт? Да, но количество этих клиентов, которые придут к нам дополнительно Они не покроют те расходы, которые по вторую поездке могли бы мы доходы получить Понимаете? Но, соответственно, мы делаем при этом удобство людям Пожалуйста, пользуйтесь Понятно Какие еще идеи у вас есть? Ну, вы слышали, наверное, мы вели бескондукторный маршрут троллейбуса Второй троллейбусный маршрут Мы его, во-первых, видоизменили Он раньше ходил по кольцу в одном направлении Я считаю, что это неудобно людям То есть когда вы можете добраться до одной точки и обратно вернуться только в большой круг Это не совсем удобно Маршрут ходить должен и туда, и обратно Мы разорвали это кольцо и сделали его двусторонним Добавили несколько троллейбусов на этот маршрут То есть теперь он ходит до Халитова и обратно через Новославиновскую и Ленинскую дамбу И, соответственно, мы думаем, что он будет очень удобен для студентов, прежде всего Которые обучаются в центре Ну и для всех жителей Новославиновского района И туда и обратно они могут забраться А как люди платят? На честность рассчитываются? На честность рассчитываются При этом у нас электронные компостеры на трех поручнях на каждой двери размещены И если у вас наличный расчет, то необходимо оплатить у водителя на остановке Но, помимо честности, конечно же, мы поставили контрольную резервизионную службу Мы планируем совместно с комитетом по транспорту и полицейскими Потому что только они имеют право штрафовать Рейды запланировали То есть это, безусловно, будет Но в то же время так работает весь мир Доверяй, но проверяй, да? В мире нет кондукторов В мире работает так, что человек И, наверное, тут правильно еще сказать Много говорят на тему совесть лучший контролер Здесь необходимо говорить о том, как человек воспитан Если он внутри своей воспитан так, что Получая услугу или забирая что-либо Должен и понимает, что за это надо заплатить Он заплатит Здесь проявляется сущность человеческая в том числе Как вы относитесь к транспортной карте? Что-то много вокруг нее всяких В последнее время скандалов И последний связан с получением процентов Банка за пользование этой картой Ну или банка, или те, кто ее выпускает Вообще это удобно, это нужно Есть ли у нее перспективы? Вы знаете, конечно, с развитием банковских карт Сейчас технологии шагнули далеко вперед В 2007-2008 годах, когда массово внедрялась транспорт карта Конечно, по оплате проезда непосредственно банковских карт Бесконтактной банковской карты вообще речи не было Сегодня огромное развитие получили эти банковские карты Но, тем не менее, 36% граждан льготной категории Ездят именно по этим льготным транспортным картам Которым предоставлено право проезда С большой скидкой правительством Республики Татарстан И транспорт карты обеспечивает именно эти потоки в том числе То есть, помимо того, что существуют специальные тарифы для граждан Удобные, есть еще большая масса людей Которые пользуются льготным проездом И эта транспорт карта необходима Поэтому просто в одной части сказать, что она не нужна Нет, однозначно нельзя Давайте о кадрах поговорим Ну, тут и скандалы были вокруг Значит, кадров, к сожалению И Следственный комитет не так давно возбудил уголовное дело Когда два деятеля присоединились к электричеству И криптовалюту качали там себе Вы когда пришли, насколько вы жестко метлой прошлись И прошлись ли, и собираетесь ли Как вы оцениваете кадровый потенциал вашей организации? Вы знаете, я бы, наверное, немножко все-таки под другим углом посмотрел Поскольку у нас очень мощное, могучее предприятие С огромным потенциалом И с подобранными серьезными кадрами Именно кадрами транспортной отрасли Которых единицы Метрополитен у нас в СНГ только 7 Я уж не говорю о том, что в России можно посчитать по пальцу И специалисты метрополитена А это ведь не только поезда и машинисты На станции тех людей, которые видны у Тарникет Это же еще огромные системы диспетчерского управления Автоматизированные Это система связи Это светофорные регулированные внутри тоннелей Это сама жизнедеятельность метро Это пути Это электроэнергия Это мощное энергохозяйство Это огромные мощности тяговой подстанции Под землей и так далее Поэтому это только касается метрополитена Такие же специалисты у нас работают В трамайном депо В двухтроллейбусном депо В службе путевого хозяйства В энергохозяйстве Это все специалисты с большой буквы Я с огромным к ним уважением отношусь И спасибо за их труд Просто пользуясь случаем Хочу сказать всем своим сотрудникам Огромное спасибо за тот труд, который они делают ежедневно При этом, конечно же, сказать там Что пришел и начал вмести метло Нет, но у нас сменился, конечно, немножко команда руководящего состава Более чем наполовину поменялись заместители Главный инженер поменялся Но это, наверное, нормально В принципе, как любой руководитель Я прихожу, я опираюсь на людей, которыми пуссоль съел Которых я знаю Которые понимают мои требования Которые быстро вникают, передают И помогают всему коллективу Всей командой теперь вместе Как единое целое В общем-то, идем к поставленным задачам, целям А какова средняя заработная плата сотрудников ваших? Ну, наверное, было проще говорить о средней заработной платы основных профессий Но она, к сожалению, невысокая То есть, если у нас по итогам полугодия заработная плата водителей, троллейбусов, трамваев в районе 46 тысяч получилось 35 тысяч у ремонтных рабочих, около 30 тысяч кондукторов Это невысокая заработная плата Я считаю, что, конечно, этот труд был достаточно тяжелый и достоин того, чтобы за него более серьезно платили Но вот все наши мероприятия, скажем, по бескондукторному проезду Это в том числе дополнительные возможности высвобождения кондукторов, которых и так не хватает То есть, нам другие маршруты переставят, а здесь какие-то доходы дополнительные Мероприятия по пересадочному тарифу Возможно, какие-то мы тут получим дополнительные доходы Мы внедряем системы пассажиропотока на маршрутах То есть, это для более четкого понимания контролирования пассажиропотоков И выпуска подвижного состава на линии в соответствии с тем пассажиропотоком, который на линии есть И получение от этого дохода Я надеюсь, что мы сумеем повысить доходы предприятий И увеличить, хотя бы незначительно, увеличить очень незародную плату работников в целом Если эксперимент на втором троллейбусе, на втором маршруте Вам покажется, что эксперимент прошел удачно Вы не собираетесь распространить этот опыт вообще на весь город, на все транспортные средства? Вы знаете как, у нас... Или потом мы разоримся на контролерах? Нет, у нас есть план Если действительно этот опыт окажется в пределах 20-25% недополученных доходов на маршруте Но при этом не будет затраты на оплату труда кондукторов и начисление на их зарплату И это будет примерно соотноситься, то у нас есть еще ряд маршрутов На которых низкий пассажиропоток и такое внедрение было бы эффективно То есть в последующем мы будем смотреть, но пока это говорит преждевременно Мы подождем месяца 3-4, посчитаем все очень внимательно Давайте я уже напоследок хотел обсудить еще один проект, который обсуждается уже не менее, наверное, чем метрополитаны Это городская кольцевая электричка Вот, я недавно беседовал с министром транспорта, который говорил, что есть определенные подвижки Как вы вот к этому виду транспорта относитесь, есть ли у него перспектива и опять же, вот когда он сможет запуститься Или решит ли он какие-то наши проблемы, ваши проблемы Даже когда электричку называют городской, это не городской вид транспорта Он не может быть включен в единую городскую маршрутную сеть С едиными тарифами, с едиными проездными билетами, с едиными подходами формирования Потому что электричка это все-таки российские железные дороги Это не городской вид транспорта И его развитие и перспективы, они напрямую зависят с перспективами развития казанской агломерации Как таковой И вот если действительно в том плане, как проектом до 30-го года рассчитана казанская агломерация Включающая в себя Казань и пять ближайших районов Сумеет объединить свой потенциал в единые рабочие руки Единые кадры, места приложения труда и силы и прочее Возможно, тогда эта электричка начнет изработать Потому что, прежде всего, ее пересадочность это с электричек, которые приезжают из близлежащих районов республики Как городские проблемы, я не верю в то, что она решит Какие-либо городские проблемы Вот мое личное мнение Понятно, то есть вы все-таки одеяло, естественно, тащите на себя И за развитие именно ваших видов транспорта, которые решают проблемы горожан Внутри все-таки электротранспорт Безусловно, то есть и по уровню удобства, пересадочности, комфорта с городскими видами транспорта электрички не стоит Ну и в конце прогноз Когда вы считаете, вы сможете показательными к 2019 году Вот если мы уж берем его до пандемийному Когда это, хотя бы приблизитесь? Вы знаете, на самом деле, ведь Те люди, которые уже ушли Они не ушли в никуда Либо это люди приобрели автомобили Либо ушли на работу уже удаленную Больше дома находятся и не ездят Либо это люди, которые стали пользоваться такси И у нас резкий вслеск роста лицензии на такси в городе Произошел в прошлом году Если мы там в среднем лицензии Министерства транспорта У нас выдавало порядка там полутора тысяч В прошлом году пять с половиной тысяч лицензий выданы То есть на какое большое количество такси Именно пандемийный год так на это спровоцировал, среагировал Поэтому тот отток, который произошел Хотелось бы верить, что вернется И пассажирпоток восстановится Но, как видится, он уже к 2019 году вернется вряд ли Вы считаете, что вашими конкурентами такси является? Это понятно, да? И часть пассажирпотока они у вас забрали А электросамокаты Вы видите в них конкурента? Нет, я скажу, что и в такси мы не видим конкурентов На самом деле такси это тот же вид городского транспорта Он во всех городах мира считается Как вот у нас трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус Он как пятый вид транспорта Это общественный транспорт, городской общественный транспорт Другое дело, что существующая законодательство Такое вывело его немножко из разряда городских И они напрямую у нас сейчас подчиняются Министерству транспорта и дорожных хозяйств Республики Торстан И там лицензии получают И они регулируют, сколько лицензий дать и так далее Если бы это регулировали непосредственно мы в городе Возможно, мы бы тоже лицензии регулировали Там, где не хватает, добавляли бы подвижного состава такси Ну, в каких-то районах и направлениях Где-то, может быть, придерживали Но не конкурировали бы, а включали их в единую Обслуживающую людей, комфортную среду Потому что тот, кто ездит на такси, конечно, он едет уже с более высокими условиями Качества предоставления услуги Это индивидуальный транспорт От подъезда до подъезда Быстро Ну и платят за это соответствующие деньги Почему нет? Но это конкурентная среда Наверное, она необходима И как атрибут хорошего, развитого города В котором и деньги есть, значит, у людей Которые могут Позволяют себе И у нас достаточно много такси Пусть будет То есть мы не видим в этом конкуренции Другое дело, что Когда этих такси Достаточно машин такси Много стало И когда они движутся по полосам общественного транспорта Вот это неверно Вот я вот против этого Что, да, у нас закон предусматривает возможность допуска такси На полосы для движения общественного транспорта Но не обязывает Мы имеем возможность сами регулировать На уровне субъекта На уровне города Даже такие вопросы И вот есть просто примеры Когда машины такси просто Заныривают перед автобусами Троллейбусами Создают аварийную ситуацию Там десятки людей Находящиеся в салоне То есть вы будете бороться за то Чтобы запретить таксистам Выезд на автобусные полосы Да, я не раз об этом говорил И буду продолжать Просить, требовать Это должно быть решение Государственного совета Насколько я понимаю Нашего законодательного органа Или мэрии Вы знаете, это достаточно Согласованного с ГИБДД решения У нас есть примеры Например, мы запретили Заезд в такси На полосу общественного транспорта Перед Казанмолом Потому что перед Казанмолом Останавливались прямо на полосе И мешали даже троллейбусам Подъехать к остановке Троллейбусы объезжая Срывали штанги Потому что не могли объехать И были проблемы у нас А электросамокаты Ведь большинство Ну, очень многие студенты Молодежь Она просто пересела на них Я знаю очень много людей Которые на работу ездят Даже издалека на этих Купили электросамокаты И все, летом балдеют Ну, вот именно что лето Вот, у нас есть зима, да? У нас есть зима И это лето аномальное Жаркое Радующие детей, наверное В каникулы Такой замечательной погодой И, наверное, в такую погоду Можно прокатиться на самокате Но бывает лето дождливое Холодное Когда вообще не хочется На какой самокат садиться И в этом плане, конечно, самокат И бывает зима, как минимум Да, самокат Это не конкурент Общественному транспорту А скорее он бы, возможно Как во всех странах Он дополняет общественный транспорт Это транспорт последней мили Но тот В том понимании Которое сегодня у нас в Казани Просто кикшеринг Это Тот вид транспорта Который немножко Испортил окружающую Нашу Ну, среду неправильно говорить Это экологические виды транспорта Но именно среду пребывания людей Обстановку Обстановку Когда по тротуарам Нетрезвые По двое садятся на самокаты И на большой скорости Едут по тротуарам И сбивают детей Это неприемлемо Поэтому порядок здесь тоже должен быть И самокат-самокат уродит Есть кикшеринг А есть личный самокат Если человек желает На самокате, на велосипеде Если созданы условия Чтобы он безопасно добирался До работы Почему нет? Это не конкуренция Понятно Я желаю вам Всему общественному транспорту Нашему электротранспорту И всем его пассажирам Удачи Чтобы все у всех было хорошо Быстро и вовремя добирались До нужной точки маршрута Спасибо Спасибо большое До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому